Начнем с того, откуда вообще команда взялась и почему она существует в природе. В 2004 году мой замечательный руководитель, уважаемый юрист, адвокат, кандидат юридических наук Иван Павлов, который всю жизнь интересовался вопросами открытости власти, задумался, а почему в России нет ни одного НКО, который занимается изучением этой сферы, каким-то содействием, продвижением права на доступ к информации. Взял и открыл его. В 2004 году основал он Фонд свободы информации. И за 10 лет эта организация стала единственной, посвященной только этой теме, экспертной, развиваясь только в теме открытости власти НКО в стране. И работала она настолько успешно, что в 2014 году была замечена руководством различных органов и внесена в реестр иностранных агентов вместе с другими прекрасными организациями, чем мы до сих пор очень гордимся. Когда это произошло, факт внесения Фонда свободы информации в реестр иностранных агентов, мы долго думали о том, как мы хотим продолжать свою работу. И пришли к выводу о том, что мы, конечно, будем пользоваться всеми правовыми инструментами для того, чтобы доказать, что мы не являемся иностранными агентами и так далее. Но с точки зрения продолжения работы, мы хотим просто сделать что-то новое. Мы хотим перестроиться. И мы хотим не продолжать борьбу с лейблом иностранного агента, а как бы пойти на опережение, просто перезапуститься в каком-то новом формате. Так, я прошу прощения, я буду стараться, простите, пожалуйста. Итак, деятельность Фонда свободы информации была разделена на два самостоятельных проекта. Один из них взял под свое крыло такие направления работы Фонда, как стратегические, тактические, судебные дела и просветительскую работу. А другой, называется проект Инфометр, занимается, продолжает заниматься исследованиями в области открытости власти и работе с чиновниками для того, чтобы они больше выкладывали на сайты органов власти данных и делали наше государство более открытым. Итак, сегодня я рассказываю о команде 29. Это такое боевое звено, бывшее, продолжающее активную работу Фонда свободы информации. Мы говорим о себе, что мы неформальное объединение юристов и журналистов. Но, собственно говоря, так это и есть. У команды нет никакого юридического лица, это просто люди, которые считают то, что они делают, важным и продолжают делать это с удовольствием. Всего 9 человек входят в команду. Это 6 юристов, 3 журналиста, которые встречаются по утрам в офисе, обсуждают, что они будут делать сегодня и помогают людям решать их, собственно, проблемы в области доступа к информации. Для того, чтобы охарактеризовать более подробно тот круг вопросов, которым мы занимаемся, на слайде кратко мы постарались представить типичные вопросы, с которыми журналисты, активисты низовые, какие-то представители организаций и просто обычные граждане к нам обращаются. Дело в том, что право на доступ к информации как таковое в России не очень осознанно. То есть многие знают о существовании права на жизнь, стало популярно право не подвергаться пыткам жестокому бесчеловечному обращению благодаря профессиональной работе противопыточных организаций. А правильное образование хорошо известно нашим гражданам, а вот правильного доступа к информации, к сожалению, нет. И поэтому, когда люди пытаются каким-то образом отстоять свои другие права, часто это очень бытовые вещи, знаете, благоустройство, текущие крыши, отсутствие тротуаров, плохо работающие детские сады, они пытаются использовать право на доступ к информации как инструмент для того, чтобы свои права реализовать. И вот обращаются к нам с такими вопросами. И такая еще есть отдельная группа проблем, с которыми работают наши юристы, это тематика государственной тайны и группа дел, в которых на стороне обвинения органы госбезопасности. Это связано с профессиональным фокусом нашего руководителя Ивана Павлова, потому что он делами по защите обвиняемых в разглашении госбезопасности занимается с середины 90-х годов, и поэтому такой фокус команды 29 тоже есть. В 2017 году вы могли слышать о таких делах, которые вели наши адвокаты. Это, например, дело библиотекаря, главы библиотеки, бывшей главы библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, дела, так называемые сочинские дела госизменниц, Севастиди Кисян Джанжгава, это женщины, обвиненные в разглашении государственной тайны, кто за паровоз, проехавший по Сочи, кто за пароход, который увидели в море, собственно. И они были подзащитными наших адвокатов. На текущий момент все находятся на свободе, помилованы. Мы помогали журналисту диссернета Андрею Воронину в Петербурге, которого не пускали на заседание диссерационных советов, ну и прочие дела. Небольшие фотографии счастливых и не очень счастливых лиц, которые являлись подзащитными командой. Среди дел, которых вы тоже могли слышать, делала Рауль Валенберга, шведского дипломата, делал Колчака, делал последнего адреса, делал фрабрики троллей. Так или иначе, это все периодически проскакивало в СМИ. Вот если услышите когда-нибудь еще, будьте помнить, что это команда 29. Кроме судебных дел, и то, о чем сегодня, наверное, более элементно говорить применительно к теме свободы слова, и продолжая рассказать тезисы наших коллег из команды 7 на 7, хочется рассказать немного про нашу сайту, которую мы перезапустили в прошлом году, как нишевая медиа о взаимодействии в государстве человека. Стоит отметить, что, в общем, сами себя мы медиа не считаем и не называем, потому что это, в общем, просто одно из направлений нашей работы, в котором мы бы хотели, чтобы живущие в России граждане чувствовали себя спокойнее, больше знали, больше понимали, как с государством взаимодействовать и как защищать свои права. Но, тем не менее, как сказал один из наших коллег, может быть, команда 29, конечно, и не медиа, но крякает как медиа, выглядит как медиа, ходит как медиа. Ну, в общем, поэтому можно и сказать, что наш сайт является нишевым медиа. Мы, работая со своим сайтом, мы решаем несколько проблем. Значит, первая проблема – это очень сложная сложность и высокий уровень непроходимости юридических текстов для тех людей, кто живет обычной жизнью и не имеет юридического образования. Это невозможно читать, поэтому наши специально обычные юристы разбираются с этим, а специально обычные журналисты переводят на такой человеческий язык, чтобы это было можно прочитать и вообще даже в идеале репостнуть для того, чтобы прочитал кто-то из друзей. Вторая проблема, которую мы пытаемся решать, это проблема страшная. Сегодня 7 на 7 уже спрашивали про портрет читателя. И портрет нашего читателя – это человек, который в большом достаточно городе живет, и он все время слышит из информационных каналов, что происходит что-то непонятно, что происходит, там посадили, тут кого-то задержали, и вообще безопасность в интернете, сейчас все запретят анонимности, непонятно вообще, как с этим делать, там судили за репост и прочее, прочее. Это создает подсознательно довольно высокий уровень напряжения, который мы с вами материалами очень хотели бы содействовать тому, чтобы этот уровень напряжения снимался, для того, чтобы мы могли объяснить человеку, что в его руках есть инструменты хотя бы какой-то самозащиты. И, конечно, сначала мы рассказываем о том, что происходит, происходит не всегда хорошее, а затем мы рассказываем в своих материалах о том, как можно этого избежать. Таким образом, добавляя еще в этот же набор некий развлекательный момент, очень хочется верить тому, что наши материалы становятся для прочтения немножко более симпатичными, чем какие-то материалы другие. Итак, пойдя по пути развития собственного нишевого медиа в 2017 году, мы, сами того не очень, скажем так, осознавая, попали в два тренда, которые в 2017 году отметила «Медуза» как результат анализа того, что происходит на российском медиарынке. Это просто скрины из их материала, посвященного трехлетию проекта «Медуза». И, собственно, два этих тренда, представленные на слайде, это расцвет нишевых проектов, которые посвящены какой-то достаточно узкой теме, и развитие некоммерческих, привнесение некоммерческими организациями в свою работу каких-то традиционных для медиатактик, потому что очень становится высокая борьба за внимание читателя, и если мы будем просто работать таким же образом, каким образом мы работали пять лет назад, нас просто никто не прочитает. То есть мы должны беспокоиться не только о том, чтобы наши материалы там были замечательные, экспертные, полезные и прочее, но еще о том, что они были бы нашему читателю интересны, написаны на адекватном для него языке, и по тому каналу, к которому он привык, чтобы они были для него переданы. Еще один аспект работы команды 29 – это сервисы и обращение к тем проблемам, с которыми читатель наш сталкивается. Один из таких сервисов – это «Росответ». В рамках проекта «Росответ» мы помогаем обычным людям, которые просто сталкиваются с обычными житейскими проблемами, оформлять запросы на доступ к информации в органы власти. Потому что, как ни странно, это не так просто сделать, и для того, чтобы запрос, шанс на ответ был более высокий, чтобы чиновник видел, что на другой стороне к нему обращается человек, который что-то понимает, и ответить ему просто пустой отпиской не получится, а запрос должен быть оформлен в соответствии с рядом достаточно жестких формальных правил. И не всегда у нашего обычного рядового пользователя есть время, желание и возможность в этом разобраться, поэтому мы просто предлагаем ему такую возможность. Обратитесь к нам, напишите нам самым простым языком, что вы хотите, а уж дальше наши юристы, юристы-волонтеры возьмут на себя обязанность по тому, чтобы это правильно оформить и отправить в релевантный орган власти. Таким образом работает «Росответ». Около 50-60 заявок на оформление информационных запросов мы ежемесячно получаем, но на половину из них приходят ответы, а в половине половины ответы действительно содержат ту информацию, которая запрашивалась. Итак, маленький такой обзор того, что произошло с командой в 2019-2017 году. Мы стали впервые собирать пожертвования и собрали 400 тысяч рублей средств от наших сторонников. Сайт, перезапущенный сайт команды team29.org в среднем имел 65 тысяч просмотров за месяц. Это, конечно, значительно меньше, чем у наших дорогих коллег 7 на 7, но понятно, что и команды проекта гораздо меньше, и специфика проекта совершенно другая. Это не региональная сеть и такой достаточно узко-тематический нишевый проект. 20 тысяч уникальных посетителей с нами ежемесячно были в 2017 году. Facebook, ВКонтакт и еще несколько моментов, которых хочется рассказать чуть подробнее. Мы стараемся всегда держать максимально открытым свой, скажем так, взор и смотреть, что мы еще можем такое сделать, чтобы как правозащитная команда быть ближе к нашему читателю и больше отвечать на его потребности. Поэтому мы запустили живой телеграм-чат, в котором наши пользователи телеграм-чата могут обратиться за поддержкой по правовым вопросам. И эти вопросы мы даже не особенно фильтруем с точки зрения того, наш это профиль, не наш это профиль. А дежурящий по чату народный юрист дает оперативные комментарии и ответы по этим вопросам. Вот как он был запущен, чат, немного больше, чем полгода он работает, и 600 пользователей оставляют примерно по 10-15 вопросов в день. И этот проект финансируется за счет средств краудфандинга. То есть мы собираем средства на оплату услуг юриста, который в чате введет этот ответ. Кроме того, в прошлом году мы попробовали с новым форматом, который называется «Игра». То есть все были удивлены выходом очень молодой и очень такой, скажем так, непосвященной в правовые вопросы аудитории на митинге в поддержку Алексея Навального в прошлом году. И встал вопрос, а что вот с ними делать? Вот они вышли, вот им 16 лет, вот им 20 лет, вот им 17 лет. Мы подумали, что текстовый квест, такая достаточно специфическая, но тем не менее популярная группа мобильных игр, может быть тем форматом, который поможет нам до них достучаться. Быстренько его собрали. Если у вас есть с собой устройство на Андроиде, то в вашем Google Маркете, Google Play он называется, в вашем виде аналоги App Store в Play Маркете, по запросу Габня вы можете приложение скачать. И мы получили за полтора месяца после запуска скачивания приложение больше двух тысяч скачиваний, и наконец-то самая аудитория младше 20 лет, она действительно туда к нам пришла. И отзывы на наше действительное удивление оставались довольно высокими, но те отзывы, которые критиковали нашу эту игру, они очень помогли нам ее улучшить. И еще, поскольку мы продолжаем эксперименты, мне хотелось бы показать вам тот вид корпоративной сувенирной продукции, которую мы придумали в прошлом году. Это заглушка на камеру вашего лаптопа. И для того, чтобы показать, как она действует, давайте обратимся к короткому видеоролику. Который продемонстрирует вам все ее уникальные конкурентные прибыли. Вам кажется, за вами кто-то наблюдает? Боитесь засветиться в хрониках НТВ? Чувствуете на себе чей-то взгляд? Покупаете уже пятый моток изоленты? И вам по-прежнему мало безопасности? Команда 29 представляет Webcam Cover. Снимите пленку, аккуратно закройте веб-камеру и начинайте пользоваться. Хотите передать привет корреспондентам чрезвычайного происшествия? Двигайте вправо. Хотите сохранить анонимность? Влево. Webcam Cover. Неудачный день? Бардак в комнате? Не знаете, как выключить видео в Скайпе? Просто сдвиньте заглушку вправо. Никто не нарушит вашу privacy. В Китае продают программы, которые позволяют искать по камерам наблюдений и домашним веб-камерам. Даже школьники научились взламывать незапароленные вебки. Так скажите им нет с Webcam Cover. Рабочая поверхность заглушки легко перемещается из стороны в сторону. С этим справится даже ваш ребенок. Просто сдвиньте вправо, чтобы защитить свою личную информацию. Больше половины россиян боится, что за ними проследят через вебку. Эдвард Сноуден и Марк Цукерберг могли бы сэкономить кучу денег, используя Webcam Cover. Вы уже пробовали скотч, пластырь и биту? Они вам больше не нужны. Webcam Cover. Чтобы получить заглушку, оставьте свои контакты по ссылке в описании видео. Значок в подарок. Успей, пока ФСБ их не запретило. Webcam Cover. Вы стали свидетелями абсолютно предпремьерного буквально показа, потому что 29 января мы как раз будем запускать это видео и будем запускать продажу этих заглушек, для того, чтобы каждый из наших сторонников мог видеть, собственно говоря, лого нашей команды в самом видном месте, в которое мы смотрим больше всего на самом деле в сутки. Значит, это я вам уже показала, собственно, как мы работаем. Для того, чтобы обеспечить тот бизнес-процесс, который стал возможен, чтобы мы могли снимать эти ролики, чтобы мы могли делать материалы, которые читают наши читатели. В прошлом году мы поняли, что работать, как работает обычная правозащитная организация, невозможно, и перестроили практически всю внутреннюю работу на те принципы, на которых строятся работы мультимедийных редакций. Раз в неделю планерка, использование всех инструментов, которыми пользуются во всех редакциях, это какой-то планер плюс слаг, плюс мы подключили какое-то количество внештатников, включили в свою команду продюсер видеоконтента, и каждую неделю вот на всех этих планерках, которые проходят по недельникам в нашем случае, мы анализируем обратную связь, то есть мы анализируем показатели от наших, по всем нашим каналам, это сайты, это социальные сети, кто откуда пришел, кто что где написал, мы отвечаем нашим читателям, взаимодействуем с какими-то комментариями, которые оставляют под нашими материалами, вот, и таким образом все это направлено для того, чтобы классический образ правозащитного проекта, такой, знаете, очень экспертный, очень выдержанный, очень такой, если можно сказать такое слово, даже несколько скучный, был максимально от нас далеко, мы максимально близко и открыто находились рядом с теми людьми, которые находятся в возрасте, там, не знаю, даже от 15, наверное, примерно до 35 лет, считают себя молодыми, продвинутыми и беспокоятся о судьбах страны, и для того, чтобы с ними говорить на одном языке, нужно быть максимально похожими на них. В 2018 году мы не только продолжим планировать всю эту работу, которую делаем сейчас, и уточнять портреты наших пользователей, но и хотели бы сосредоточиться на таких двух видах активностей и укреплять эту работу в своих внутренних каких-то планах и мероприятиях, это сбор пожертвований, это краудфандинг, потому что мы считаем, что чем больше людей готовы вынуть из кармана или сумочки свой кошелек и достать оттуда карточку и сделать хотя бы небольшой перевод в пользу команды 29, тем больше они действительно понимают, что эта работа важна. То есть, в конце концов, это самая высокая оценка от нашего потенциального читателя, от нашего потенциального сторонника, именно к ней мы будем стремиться. И вслед за Алексеем Навальным будем развивать видеоконтент, потому что, опять же, очевидно, что это тот язык, с которым мы разговариваем, который слышит, который воспринимает, и с которым можно разговаривать с той молодежью, у которых вообще нет такого представления, как жизнь без мобильного телефона. Конечно, мы очень открыли для себя уникальный и очень интересный вид деятельности в прошлом году как анализ конкурентов. Это то, что делают наши, на самом деле, партнерские дружеские проекты и прочее. Это очень помогает, во-первых, понимать про себя, что ты делаешь так, что ты делаешь не так, а во-вторых, постоянно находиться в курсе того, что происходит у коллег. И, конечно, новые судебные дела, мы ждем их с нетерпением, мы всегда очень рады, когда есть возможность помочь человеку, попавшему в беду. Наш профиль позволяет сделать это экспертно. А вас будем очень рады видеть в качестве наших читателей. Звоните, пишите, заходите на сайт команды и буду рада ответить на ваши вопросы, если такие есть. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok